Друзья, всем привет! И сегодня мы поговорим о вот этом проекте Краказябра, который позволяет нам переключать картинку с двух камер, то есть, по очереди, то с одной, то с другой. И тут есть несколько моментов, о которых я хотел бы рассказать, как реализовать данные решения, как это все дело настроить и как сделать это максимально весело, чтобы летать было комфортно, чтобы можно было впечатлять своих друзей и так далее. Погнали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Можно пересинхронизировать на другую частоту сигнала, поэтому, если вы сделаете оберы камеры в NTSC, при переключении вы не будете терять время, и у вас сразу получается картинка, ну, доли секунды, конечно, происходит переключение, но, тем не менее, достаточно быстро получается переход, и вы не тратите время на то, чтобы монитор синхронизировался дополнительно с вашей камерой. Теперь по поводу подключения. Здесь, на самом деле, все довольно просто. У нас две камеры подключаются вот на эти контакты, которые находятся вот здесь, C1 и C2, которые я показывал. Они находятся вот здесь, вот на распиновке. Просто выбираете любую камеру туда-сюда. Также на VTX подключается ваш видеопередатчик. На UART 2, как видно, вот здесь подключен наш приемник. Все, больше здесь ничего не подключено. Все это запитано в том числе и камерой, и видеопередатчик от контакта VBAT, который находится вот здесь. Это позволяет нам с пульта включать и выключать это дело. Я сейчас покажу, как это дело работает. Как видно, сейчас питание на коптере есть, все моргает, но при этом видеопередатчик не работает. После того, как я щелкаю этим тумблером, хоп, все включается. И камеры наши, и видеопередатчик. Сейчас у меня видеопередатчик настроен на 200 мВт, это не сильно большая мощность. Он, в принципе, не сильно греется, но все-таки он тепленький. Для того, чтобы не тратить энергию просто на нагрев, пока мы там подготавливаемся или еще что-то, я такой хоп, и все. И видеопередатчик не горит, он потушен. И как только мне понадобится, я могу такой хоп, и видеопередатчик включается, и у меня есть возможность переключать камеры, опять же. У нас, кстати, с вами обычный простой коптер. Здесь я никаких дополнительных настроек не производил. Сохраняем это все дело. Проверяем, чтобы коптер у нас наклонялся, опять же, в ту сторону, куда нужно. Выбираем правильные делители, которые уже, на самом деле, здесь уже прописаны в прошивке. Поэтому у нас потребление, в общем-то, вроде как правильное. Давайте, кстати, проверим. Если мы отключим видеопередатчик, потребление 0.83. На самом деле, я считаю, что это неправильно. Но в мануале написано, что именно встаку у нас. Я оставлю его так. Теперь переходим в режимы. Arm, как видно, у меня выведен на вот этот вот переключатель. Позволяет мне армить вот этим двухпозиционным переключателем коптер. И также я бы, например, еще вбил Air Mode. Тоже на тот же переключатель, чтобы при включении у меня сразу срабатывал Air Mode. Хорошо. И теперь дальше. У нас есть два параметра, которые User 1 и User 2. Включение и выключение пина в бат и включение двух различных камер. Когда у нас User 1 включен, у нас выключено питание. Когда у нас User 1 выключен, тогда питание у нас появляется. И, как видно, у нас загорается видеопередатчик. По поводу User 2. Когда у нас не включено ничего, это камера 1. Когда у нас включено, это камера 2. Блин, мне так нравится, как оно быстро работает. Ну, в общем, прикольно. Тема переключает хорошо. 3D-режим здесь делать не буду. Поскольку это очень старые регуляторы, они, по-моему, вообще не поддерживают двухстороннюю работу. В данном случае мне это, в принципе, и не нужно. Суть в том, что я хочу поставить две камеры приблизительно вот так вот. И летать то зад, то вперед, то зад, то вперед. Ну, такой вот план. Вверх ногами летать, скорее всего, не буду. Ну, то есть, это реализовать, конечно, можно. Дальше проверяем мотор, чтобы вращать в правильное направление, в правильном порядке. И выставляем параметры SD, как мне нужно. Все, я расставил это так, как мне нужно. Вот, выглядит это следующим образом. В принципе, более-менее нормально. Я бы еще, кстати, шрифты поменял, потому что шрифты, которые здесь в стандарте, я не переношу. У меня вот бетафлайтовский шрифт импонирует. Неплохо он выглядит. Теперь, как видно, мы можем переключать между двумя камерами. OSD при этом сохраняется. Очень хорошо правильно пишет, что нужно. Теперь следующее, что нам нужно будет сделать, это настроить миксы на аппаратуре. Суть в том, что, когда вы переключены на эту камеру, и когда наклоняете нос вниз стика, стик наклоняется вниз, и вы летаете туда. Но если вы переключаете на эту камеру, вы наклоняете стик вниз, и вы летаете назад. Получается, нам нужно сделать такую кривую газа, скорее всего, перевернуть, просто инвертировать ее, для того, чтобы при наклоне вперед стика, у нас значения уходили в обратную сторону от вот этой стороны. И получается, мы могли переключившись летать сюда, потом переключившись сюда, летать сюда. Roll тоже меняется в обратном направлении. Поэтому нам сейчас надо будет вот эти две кривые на pitch и на roll инвертировать. Сейчас я покажу, как это делается. Давайте сначала перейдем на страницу, где у нас отображены все положонки каналов. Как видно, у нас вот это, например, второй канал, и вот это вот первый канал. Нам начинают первый-второй канал повернуть местами. То есть, если вы тянете это сюда, то эта полоска должна отклоняться в ту сторону. Ну, в целом, понятно, да, что наше значение должно уходить в другую сторону. Для того, чтобы это сделать, есть много вариантов. Повторяю, я сделаю следующим образом. Я буду использовать кривые. Выбираем первую, скажем, кривую. Название можно задавать, можно не задавать. Я выберу просто две точки, потому что, ну, нам особо ничего здесь менять не надо. И я прокручиваю, значит, их в обратную сторону. Обычно кривая идет вот так, вверх. Нам нужно сделать ее в обратную сторону. Так, все. От минус 100 до 100. Теперь у нас кривая вот так выглядит. Это у нас первая кривая. Запоминайте, какой номер вы использовали. Теперь идем в миксер. И первые два канала нам нужно изменить. Когда вы тянете вот этот свитч, который отвечает мне за переключение камеры, чтобы он менялся. Когда у нас свитч наверху, у нас первая камера. У нас все стандарт. Но когда вы свитч опускаете вниз, который вы используете для переключения камеры, у нас каналы должны реверсироваться. Делается это следующим образом. Вы нажимаете Enter, не заходите в меню, кликаете вниз и делаете копию канала. Так же делается со вторым каналом. У вас получается два первых канала, два вторых канала. И второй канал мы нажимаем уже Edit. И здесь выбираем кривую, которая нам нужна. Где там была кастомная кривая и кривая номер один. Вот так. И дальше свитч, который используется, это свитч, который активирует эту настройку. Если у нас не активирована эта настройка, у нас канал работает как обычно. Если он активируется, то у вас меняется что-то. В данном случае у нас будет использоваться кривая. Мы ставим вот это положение вниз. Он узнает то, что это положение SH вниз. Так же делаем со вторым каналом. Первую строчку этого канала мы оставляем как оригинал. А вот вторую версию нам нужно уже поменять. Сделать ее модифицированной. Мы точно так же берем и выставляем здесь кривую, которую мы хотим использовать. В данном случае это кастомная кривая, кривая номер один. И свитч, опять же, указан, что вот в этом положении. Небольшое дополнение. Оказывается, когда у вас не выбран свитч в первом положении, они начинают конфликтовать друг с другом. Поскольку они, вот если так посмотреть, где жирным шрифтом, то что выбрано. Где тонким шрифтом, то что не выбрано. Когда вы выбираете свитч, они выбираются все. Соответственно, нам на те каналы, которые в оригинале должны быть нетронуты, нам нужно поставить какой-то свитч. И я, соответственно, поставлю свитч вот в это положение вверху. То есть, SH вверх. Также во втором канале ставлю свитч в верхнее положение. Теперь, соответственно, мы заходим сюда. В этом положении они оба канала у нас наверх идут. В этом положении идут оба канала вниз. Теперь щелкаю переключатель. У нас получается, эти каналы идут сюда, эти каналы идут сюда. То есть обе оси у нас получается инвертированы. Это то, что нам нужно для того, чтобы придать задом, но при этом не перестраивать стикер. При этом яв работает абсолютно так же, потому что эта у вас ось не поменялась, и коптер вправо-влево поворачивается точно так же. Газ, соответственно, остается точно таким же, да. Вот и все. Теперь давайте попробуем это все дело протестировать в деле. Вот наш аппаратик стоит готовый. Уже один мотор заедает, дома не заедал. Что ж с ним не так-то? Регуль, по-моему, там барахлит. Иногда работает, иногда нет. Мы починили. Ну да, регуль был бракован, и моторы в порядке. Первый полет прошел нормально. Теперь, значит, суть такова. Суть была в том, чтобы закрепить GoPro и посмотреть, что будет, если летать задом наперед. Когда вы летите вот так, у вас GoPro смотрит вперед. Но когда вы летите вот так вот, у вас GoPro смотрит почти вверх. Поэтому, если делать плотные орбиты вокруг деревьев, будет очень крутой эффект. Давайте попробуем посмотреть, что из этого получится. Сделаю, если я сразу Мэтью, используя вот такую двухкамерную систему. Мэтью 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну погода такая сегодня не особо летная Поэтому как есть Надеюсь там что-то получилось Конечно коптер не супер-пупер Навороченный, мощный Немножко его покачивает Летает он всего лишь на ваншоте 125 Скорость пид контроля 2 кгц Ну то есть это довольно старое все это Сейчас конечно уже можно гораздо лучше выжить Летные характеристики Но пока как есть Но пока как есть Тем не менее вот такой вот у нас получился Кракозебра Если понравилось ставьте лайк Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео Оставлю ссылочку на раму, на полетник Все нормально работает И рама прикольная И полетник хорошо отработал Моторчики как видно на 1900 кВ Не очень тянут Да и очень холодно Бата просила практически до 13 вольт Просто с первых секунд На этом все, пока